МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнать и в подробности об студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На низком старте Киев подтвердил готовность к обмену пленными. Когда и на каких условиях? Взрыв в Харькове. Неизвестные подорвали машину полковника полиции. Первой версии следствия. Будни бедных студентов, кадры душевых и туалетов в днепровских общежитиях. С каким грибком жить приходится? Наезд на социал-демократов в Берлине авто протаранило штаб-квартиру партии Мартина Шульца. Каковы мотивы водителя? Полгода переговоров и консультаций. Вот наконец согласовано, когда и на каких условиях состоится долгожданный обмен пленными. Он намечен на 27 декабря. Об этом сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. Буквально несколько минут назад она провела брифинг для журналистов. Ее слушала и наш корреспондент Любовь Кукла. Мы расспросим ее обо всех подробностях в прямом эфире, как только она выйдет с нами на связь. По гранате под каждое колесо. Такой рождественский подарок получил одиозный харьковский полицейский Николай Черемухи. Затонировал только один боеприпас, но этого хватило, чтобы повредить сразу несколько автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. Все подробности знает Светлана Шукера. Небольшой хлопок в полседьмого утра жители этой десятиэтажки не восприняли всерьез. И только через пару часов жильцы вызвали полицию, когда увидели подорванный черный внедорожник и изрешеченные осколками соседние автомобили. На месте событий было установлено, что позашлюховик отримал пошкоджения передней части через прикрепленные к нему вибуховые пристрои. Через это постраждали еще семь автовок, которые были припаркованы поруч. Незначные ушкоджения они отримали. Речевые доказы собраны и направлены на экспертизу. Жители многоэтажки говорят, черный дочь стоял в этом дворе уже несколько дней. А эта машина здесь давно стояла, вы говорите? Три дня? Да, три дня стояла. Кроме разорвавшегося боеприпаса, взрывотехники обнаружили еще три гранаты, прикрепленные к колесам внедорожника. Вероятнее всего, они должны были разорваться, как только машина тронется. Но одна из гранат соскочила с крепления и сдетонировала. Полиция открыла уголовное производство по статье «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Хозяин подорванного авто – полковник Николай Черемухин. От комментариев он отказывается. Действительно ли ваша машина? Насколько серьезно пострадала? Николай Черемухин в правоохранительной системе уже 37 лет. В милиции возглавлял управление уголовного розыска. Был замом начальника областного УБОПа. В начале 2000-х его обвиняли в рэкете и крышевании криминальных авторитетов. Но это не помешало ему получить кресло зам начальника областного главка в новой полиции. После протестов активистов и обвинений в организации канала наркотрафика из зоны АТО Черемухина сократили и перевели на другую должность начальника отдела оперативных разработок в Восточном регионе. В этом году его уличили во внесении недостоверных данных в декларацию о доходах. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. А вот в Запорожье без жертв, к сожалению, не обошлось. Там тоже взорвалась граната. Погибли мужчина и его бывшая супруга. Что именно произошло, выяснял Сергей Бордюжа. Взрыв прогремел около девяти вечера в спальном районе. Мы думали сначала, что петадо. У нас дети постоянно бегают, петадо взрывают. Ну, бахнуло и все, и больше никто ничего не видел. Как выяснилось, ЧП произошло в одной из квартир на первом этаже малосемейки. На место прибыли патрульные. Но когда приехали, увидели уже последствия семейной драмы. Мертвую женщину и раненого мужчину. Оказали первую помощь и вызвали скорую. Пациент находился в клинической смерти. Проводилась сердечная и легочная реанимация. Бригада интенсивной терапии. Которая не принесла успеха. Травмы были несовместимы с жизнью. Погибшие оказались бывшими супругами. У них двое детей. Живут пороздь. Но вчера соседи видели их вместе. Они с детьми буквально днем, на час дня ходили в кино. Она отвела детей. Она с родителями живет здесь, на Чуйково, недалеко. И потом пришли. Все тихо, мирно. Что это способствовало? Никаких подозрений у соседей мужчина не вызвал. Вот время настало. С человеком общаюсь и не знаешь, кто он и что. Все в напряженке. Но у полиции на погибшего целое досье имел две судимости. Несколько лет назад даже стрелял в жену из пистолета. А недавно вышел из тюрьмы по закону Савченко. И вот подорвал гранату F1. Откуда она у него, неизвестно. В результате трагедии сиротами остались двое подростков. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. И вот уже готова выйти на связь со студией наш корреспондент Любовь Кукла с информацией об обмене пленными. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко рассказала журналистам, каковы условия освобождения людей и почему переговоры об обмене были столь продолжительными. Люба, здравствуем. Тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. Дата обмен на пленными согласована об этом только, что сообщила журналистам представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Герасченко. По ее словам, обмен состоится 27 декабря. И уже в эту среду Украина передаст боевикам 306 человек в обмен на украинских военнопленных. Их 74. Это будет первая пыль освобождения. И мы надеемся, что на этом процесс не остановится. И готовы к тому, чтобы докласти максимум усилий, чтобы вытягнуть с буцегарин и на оккупованных территориях, и в тюрьмах Российской Федерации, всех других, кто не потрапляет в эту первую пыль, 27 грудня. Первоначально обмен пленными планировали в середине декабря, 15 или 16 числа. Но стороны затянули согласование списка по ряду причин. Некоторые из тех, кто значился в списках боевиков, отказались возвращаться на оккупированную территорию. Еще одна причина – закон об ориентеграции Донбасса. Украинские нардапы долго не могли определиться, утверждать ли документ. Якобы принятие закона могло сорвать обмен заложниками. Поэтому в Раде принесли голосование аж на следующий год. Тем не менее, договоренности все же достигнуты. Напомню, переговоры проходили почти полгода. Основное условие – всех на всех. А это 306 человек из списка боевиков и 74 украинских военнопленных. Студия. Любовь, спасибо. Напомню, Любовь Кубкла была на связи с студией с последними подробностями предстоящего обмена. И сегодня первый день, когда новогоднее перемирие на Донбассе действительно соблюдалось. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела. В штабе АТО надеются, что режим тишины не будет нарушаться и в дальнейшем. Ведь буквально минувшей ночи украинские позиции были обстреляны из миномета в районе Крымского. Подробностей этого боя знает Геннадий Вивденко. Вот так выглядит новогоднее перемирие. Сегодня ночью прилетело около 40 мин по украинским позициям. Били из 82-миллиметровых минометов. По блиндажам тут пацаны тоже перекрытие есть. Тоже блиндаж, ховали что куда. У нас там тоже на поступок. Есть куда ховаться. На деревьях свежие следы от обстрелов минами. Кора срезана осколками. Возле украинских окопов свежие воронки от мин. Вчера вечером сначала обстреляли наши позиции стрелкового вооружения. Потом били из минометов. Снег еще не успел заместить свидетельство нарушения режима тишины. Беруты обстреливают нагло. Мы молчим. Стреляют каждую ночь, каждый вечер. Что у них перемкнуло там. Было. Выдержали. Слава богу, все хорошо прошло. Украинские бойцы огнем не отвечали. Сетуют. Очередное перемирие не действует. Не действие соблюдали. Мы соблюдаем. Тогда у них надо спрашивать, что они не соблюдают. Мы их не провоцируем. С начала войны на востоке Украины это уже 20-е соглашение о перемирии. Оно вступило в силу с полуночи 23 декабря. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. И в своем традиционном рождественском послании Папа Римский Франциску упомянул Украину и попросил мира для нашей страны. Каждый год понтифик обращается к верующим с речью, которая называется «Городу и миру». Послушать Папу на площади Святого Петра в Ватикане собрались тысячи людей. Глава католической церкви призвал молиться за окончание всех войн. Вспомнил и о конфликте на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, а также призвал мировое сообщество не забывать о проблемах миллионов беженцев. Увидим же Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, вызванного конфликтом в Украине. И от его серьезных гуманитарных последствий. Помолимся Господу, дабы Он как можно скорее даровал мир этой возлюбленной стране. Красочные действия по случаю одного из главных праздников католического мира прошли во многих странах. Самые яркие кадры мы обязательно вам покажем во второй части программы. Дождитесь! Кроме того, напомню, в этом году в Украине 25 декабря впервые объявлено выходным днем. Такое решение принял парламент, чтобы и украинские римокатолики смогли приобщиться к этому светлому празднику. Но без ЧП в рождественскую ночь не обошлось. В Берлине водитель на полной скорости направил свой автомобиль в штаб-квартиру партии социал-демократов. Сам отделался легкими травмами, больше никто не пострадал. Зачем он это сделал и какие версии у полиции об этом в следующем материале. Около полуночи в фойе штаб-квартиры социал-демократической партии Мартина Шульца протаранил синий Пежо. Автомобиль загорелся. На огонь сразу же потушили автоматические противопожарные спринклеры. Кроме 58-летнего водителя никто не пострадал. Ночью в здании было пусто. В берлинской полиции сообщили. Мужчина рассказал им, что таким образом хотел покончить с собой. Причина, по которой мужчина выбрал именно это место, неясна. Службы безопасности подключились к этому делу. Они пытаются выяснить его мотивы. Надеемся, водитель сможет ответить на наши вопросы. Что точно вызывает подозрения, так это канистры с бензином и жидкость для зажигалок, которые обнаружили в автомобиле. Полицейские не исключают версию преднамеренного поджога, хотя доказательства этому пока найти не могут. В машине обнаружили канистры с, вероятнее всего, горючими материалами. Мы изъяли автомобиль и передали его на экспертизу. Оказалось, несколькими часами ранее этот же мужчина оставил подобный рождественский подарок, сумку с горючими веществами, возле штаб-квартиры партии христианских демократов Ангелы Меркель. Зачем немец решил подлить масло в огонь, непонятно. Ведь между христианскими и социал-демократами и так отношения наколены. На последних выборах партия Шульца получила самый плохой результат за всю историю. И отказалась вступать в коалицию с партией канцлера, которой не хватает голосов для большинства в парламенте. На переговоры Шульц пошел только по настоятельной просьбе президента Германии. И пока к общему знаменателю полицилы не пришли. Анна Филь, телеканал Интер. Отказаться от идеи независимости призвал Каталонию король Испании в своем традиционном рождественском обращении. И попросил новоизбранных каталонских парламентариев уважать разные мнения, которые существуют в регионе. Выборы там прошли на прошлой неделе и большинство в законодательном органе получили как раз сторонники отделения автономии. Вспомнил монарх и о террористической угрозе подчеркнул только демократическое единство может победить терроризм. Нужно уважать многообразие мнений и ответственно подходить к обеспечению всеобщего благополучия. Этот путь не может привести к конфронтации и расколу. Что, как мы уже знаем, порождает лишь раздор, неуверенность, разочарование, а также моральное и гражданское истощение страны. Швейцария обиделась на Евросоюз. Там считают, что пали жертвой дискриминации со стороны Брюсселя. Президент страны грозит выяснить отношения с ЕС на референдуме, что рассорила Берн и Брюссель и чем это грозит в материале нашего Субкора Светланы Чернецкой. Разногласия между Швейцарией и Евросоюзом обострились из-за Брексита. Швейцария никогда не была членом ЕС и с самого начала сотрудничает с Брюсселем на особых условиях. Но на фоне Брексита ЕС решил изменить более сотни двусторонних соглашений с Берном. Последней каплей стал очередной европейский запрет. ЕС ограничил доступ к своему рынку швейцарским фондовым биржам. Это вызвало негодование президента страны Дорис Ллойдхарт. Она обвиняет Брюссель в дискриминации. Тем более, что накануне Берн согласился увеличить свой вклад в бюджет ЕС. Ллойдхарт заявила о готовности организовать референдум об отношениях с Евросоюзом, чтобы народ Швейцарии решил, хочет ли он дальнейшего сближения с европейским блоком или же готов терпеть некие неудобства, но оставить нейтралитет. Берну очень важна торговля с ЕС. 80% товара оборота Швейцарии приходится на европейские государства. Швейцария никогда не входила ни в какие блоки. И очень часто важнейшие вопросы о будущем страны решают сами швейцарцы на референдумах. Как это было об отказе от вступления в ЕС в 92-м или же присоединением к Шенгенскому договору в 2005-м. Так что очень вероятно, что в ближайшее время в Швейцарии проведут очередной референдум об отношениях с Европейским Союзом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Крым это Украина, поэтому европейских наблюдателей на выборах российского президента там быть не может. Такова позиция Еврокомиссии и ОБСЕ. Ее озвучивали в прошлом году во время выборов в Госдуму РФ. Теперь в ответ на запросы российских СМИ ОБСЕ еще раз подтвердили. На территорию России наблюдателей направят, но не на оккупированный полуостров. Мандат Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения, поэтому Бюро не может осуществлять наблюдения в этом регионе. Такую же позицию подтвердили и в ЕС. И все же со ссылкой на дипломатов российские журналисты написали. Наблюдателями приедут отдельные представители национальных парламентов стран Евросоюза. Из Австрии, Италии, Франции, Чехии и Кипра. Что касается Европарламента, желающих пока не нашли. ЕС не оставляет такие инициативы без внимания. Так, недавно комиссия Европарламента по вопросам этики вынесла на обсуждение прошлогодний визит в Крым немецкого евродепутата Маркуса Прецеля. А Германия летом расследовала путешествие на оккупированный полуостров экс-депутата Бундестага Йорга Тауса. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Гватемала переносит свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Так решил президент страны Джимми Моралес. Он уже поручил канцлеру начать подготовку к переезду. По словам Моралеса, решение он принял после разговора с премьер-министром Израиля. На прошлой неделе Гватемала проголосовала против резолюции ООН, которая требует от США пересмотреть решение о статусе Иерусалима. Премьер Израиля Бендемин Нетаньяху такому решению Гватемалы очень рад. Он заявил это только начало. Я хотел бы сказать президенту Гватемалы, благослови вас Господь, президент Моралес. Благослови Господь обе наши страны, Израиль и Гватемалу. Мы ждем вас здесь, в Иерусалиме. Я же говорил, что будут и другие страны, которые признают Иерусалим и перенесут сюда свои посольства. Вот уже вторая страна, и я говорю, будут еще. Это только начало. Первой страной, официально признавшей Иерусалим столицей Израиля, стали США. Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые голосовали против этого решения американцев на заседании Генассамблеи ООН. А для развивающейся Гватемалы, штаты, очень важный донор. На президента Турции во время выступления набросился поклонник. Неизвестный выбежал на сцену и полез к Раджепу Эрдогану обниматься. Президенту это не понравилось, и он натолкнул настырного фаната. Охрана задержала мужчину, но ненадолго. Поклонник оказался основателем фонда ветеранов боевых действий в городе Шурнак. По его словам, ничего плохого и в мыслях не было. К Раджепу Эрдогану он бросился из самых лучших побуждений. Это подробности, и вот что во второй части программы. ДТП у метро. В Москве автобус влетел в подземный переход. Есть погибшие. Что стало причиной аварии? Выяснение отношений. За что Швейцария обиделась на Евросоюз и чем грозит? Мэри Крисмас, как в разных уголках планеты, праздновали Рождество. Страшное ДТП на одном из самых загруженных проспектов в Москве. Автобус с дороги съехал в подземный переход. Погибли пятеро. Почему так случилось и кто виновен? Об этом в следующем материале. Автобус возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве ни с того ни с сего выехал на тротуар, где стояли люди. Еще несколько секунд и он влетел прямо в подземный переход, но застрял на ступеньках. В результате пятеро погибших, в том числе ребенок. Еще 15 получили ранения. 9 человек в больнице. Их эвакуировал вертолет. Автобус, съехавший под земку, оказался корпоративным транспортом столичного инновационного центра. Что стало причиной аварии, следователи еще не знают. Теракт сразу же исключили. По информации Министерства транспорта Московской области, водитель перед поездкой проходил специальную медкомиссию. Поэтому в крови никаких следов алкоголя или наркотиков быть не могло. Главная версия – техническая неисправность. Об этом заявил и водитель. Мол, хотел перепарковаться, но не сработали тормоза. Его задержали. Водитель сейчас находится в таком шоковом состоянии. С ним работают специалисты, медики. Работают следователи и уточняют причины. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Разбитый автобус уже вытащили из перехода. Но на месте происшествия до сих пор работают следователи и спасательные службы. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. Спустя почти сутки на выходку чиновницы Одесского гурсовета отреагировал мэр. Замоначальника департамента предоставления админуслуг Диану Терновенко патрульной остановили за нарушение правил дорожного движения. Женщина была под шофе и вела себя неадекватно. Сегодня на своей странице в фейсбуке градоначальник написал, что подобное поведение недопустимо для работника органов местного самоуправления. И пообещал принять кадровые решения. Какие именно, не уточнил. Чиновница была за рулем Ниссан Микро. В салоне находился ребенок. Во время составления протокола женщина не стеснялась в выражениях и буквально поливала копов нецензурной бранью. Пройти тест на алкоголь на месте же чиновница отказалась, а поскольку в машине был ребенок, в райотдел ее решили не доставлять. Сейчас машина находится на штрафплощадке и, как вечером стало известно, полиция передаст дело в суд. Сегодня же в Одессе задержали еще одного неадекватного водителя. По словам очевидцев, он пытался заехать в супермаркет на авто, пробив витрину. А после этого столкнулся с другой машиной. Вел себя агрессивно и был явно пьян. Позже полиция выяснила, парню 26 лет ему грозит штраф или временное лишение водительских прав. Кстати, месяц назад отличился и житель Харькова. Он протаранил дверь в магазин и даже проехал по торговому залу. Повредив несколько витрин. Его задержали. На такую выходку водитель пошел под действием наркотиков. Еще одно страшное ДТП в Вишневом под Киевом. Автомобиль с иностранными номерами сбил мать с маленьким ребенком и 11-летнюю школьницу. Это случилось на остановке. Водитель выехал на тротуар, когда убегал от полиции. А погоня началась после того, как злоумышленник не остановился по требованию полицейских. Полутора годовалый ребенок сейчас находится в Ахмадете. Остальные пострадавшие в больнице в Вишневом. Водителя и пассажиров задержали. Они оказались гражданами Грузии. Один из них под следствием за кражи барсеток. Патрульные полицейские подошли к автомобилю, который стоял на светлофоре. Постукали в векон, хотели проверить у них документы на этот транспортный средств. Водитель натиснул на газ и быстро рушил с места. И потом поехали по тротуару. И наехали на людей, которые стояли на зупинке. Попередно можем сказать, что находились пассажиры граждан Грузии в автомобиле под действием наркотических речев. 40 лет без ремонта. В Днепре студенты выложили в интернет, как выглядят душевые и туалеты их общежития. И эти кадры действительно шокируют. Что именно на них изображено и что с этим собираются делать в ВУЗе, интересовалась Елена Миндалюк. Грибок, обитый кафель, потеки по стенам, сырость и плесень. Так выглядит мужская душевая в общежитии номер 5. Видео сняли студенты университета имени Алиси Гончара. В таких условиях им приходится принимать душ. Вот только говорить об этом на камеру. Не хотят, боятся. Что за правду их могут не только выгнать из общежития, но и отчислить из ВУЗа. Сейчас мы с вами видим прекрасные апартаменты всей душевой. Она тоже нарядилась под Новый год. Все зеленое, все красивое, ржавчина везде. В общежитии нас не пустили. Разрешили зайти только в холл. Сюда же вышла заведующая. Говорит, здание сдали в эксплуатацию в 1974 году. С тех пор здесь мало что изменилось. За 20 лет моей работы здесь 4 туалета, санузла только было выполнено. Все остальное 1974 года рождения. Запрещают с нами говорить и студентам. Ловим их на улице, показываем ужасное фото. Есть такие места в общежитии. Примерно через час появился проректор университета по хозяйственной части. Первым делом хвастается прачечной с вайфаем и ремонтом в остальных общежитиях. А вот на это денег нет. Черга пришла до этого гуртожитка. Какие деньги мы зарабатываем на сегодняшний день в университете, это мизер. Это еле-еле. Привезти в более-менее нормальное состояние душевые, которые находятся в подвальном помещении, в общежитии не могут. Кстати, на 800 студентов их всего две. Для мужчин и для женщин. Проректор говорит, обращались за помощью и к областным, и к городским чиновникам. Но бесполезно. То, что делали силами административно-господарчей частини, это вентиляция работает, слава Богу. А это все необходимо сменять. Это большие деньги. Это большие деньги. Это миллионы. Обещанки были такие, что в завтрашний день ставим будильники, и они будут работать. И ничего не произошло. Выделить деньги чиновники не могут якобы из-за того, что университет на содержание Министерства образования. В самом ведомстве сразу же открестились. Это не их дело. Согласно реформе, университета получили автономию, в том числе и финансовую. Как долго студентам жить в таких условиях, за которые они платят по 440 гривен в месяц? Вопрос открытый. Но в УЗИ нам пообещали, что найдут спонсоров. Елена Маналюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Украина попала в топ-10 самых опасных стран для туристов. Рейтинг составил Всемирный экономический форум. Украина разместилась на 10-й строчке между Филиппинами и Гондурасом. Причиной аналитики называют конфликт на Востоке. Самая опасная страна Конго, за ней следует Таиланд. В рейтинге также попали Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш и Ливан. Держать курс на европейские нормы, чтобы не уничтожить аграрный сектор. К этому призывают украинские фермеры. Они также опасаются отмены моратория на продажу земли. Говорят, и сейчас едва сводят концы с концами, а когда угодья станут товаром, придется вообще закрыться. Поэтому решение рады продлить запрет. Приветствуют. Об этом аграрии рассказали лидеру оппозиционного блока Юрию Бойко. Он приехал в одно из сел Киевской области. Подробности в материале. Раньше в этом районе было три десятка фермерских хозяйств. Выжили единицы. Главный зоотехник утверждает, надои хорошие. Но тут же сокрушается. Цена, по которой молоко продают на завод, менее 9 гривен за литр. Поэтому фермеры едва держатся на плаву. Для своих четырех сотен буренок корма выращивают сами, арендуя у местных селян ПАИ. Продление моратория на продажу земли фермеров порадовало. Когда действительно держится фермер, это людям заработная плата. Село всем живет. Потому что все понимают, что не будет господарства, не будет фермер, то не будет и села. Будет продаж земли, то люди поскупливают за беседу эту землю. Одна из небольших добрых вещей, что принял парламент в этом году, это продолжить мораторий на продаж земли. Потому что никто не разумеет в сообществе, что такое рынок земли. А в условиях падения национальной валюты и прихода великих агрофирм, то это была реально небезопасность для людей, которые работают на земле для фермеров. Они просто могли быть разорены. Еще одна проблема. В прошлом году аграриям отменили возмещение НДС и существенно урезали дотации. В бюджете на следующий год выкроили всего миллиард гривен на поддержку фермеров. Как вариант выхода из ситуации снижение НДС до 7%, как это сделали уже давно в соседней Польше. Сделайте, как в целом цивилизованном мире, 7% ПДВ на продукты харчувания. И это будет полезно и для населения, потому что продукты будут дешевше коштовки. И это будет полезно для бизнеса. Вам ничего государство не дает? Ну, ничего не дает. Парламент, вообще влада, в целом, должен принять несколько важных решений. Нужно уменьшить ПДВ, и люди подсказывают, что нужно уменьшить ПДВ на продукцию до 7%. Это нужно обеспечить нормальные доступные относительно дешевые кредиты. Не так, как сегодня 15-20% в речных. А сегодня, на жаль, мы приходим на то, что Украина уже при таком подходе с боку страны будет завозить сало и молоко из других стран. И мы должны допомогать сельскохозяйственникам, чтобы они чувствовали поддержку государства. И в ближайшее время, на додаток до моратории по продаже земли, мы дадим несколько законов, которые будем требовать прохода через парламент. Аграрии убеждены, без новых законов многие фермеры будут вынуждены свернуть бизнес. А значит, украинские села ожидают безработица. Павлина Василенко, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. В Украине объявили штормовое предупреждение. Западные регионы накроют густой туман. На дорогах возможен гололед. В горных районах ожидают снегопады. Есть угроза схода лавин. А во Львовской области без света уже остались 30 населенных пунктов. В основном это горные села. Из-за сильных порывов ветра сработала автоматика и электричество отключилось. Ухудшится погода и в восточных областях. Там тоже ожидают шквальный ветер и дождь со снегом. На Вьетнам надвигается мощный тайфун Тоб Мин. Почти миллион человек готовятся покинуть свои дома. Еще 70 тысяч жителей в 15 провинциях на южном побережье эвакуировали. В зоне риска закрывают школы и устанавливают защиту на нефтяные вышки. Десяткам тысяч рыболовных судов запретили выходить в море. Стихию ожидают уже сегодня ночью. Ранее этот же тайфун нанес значительный урон соседним Филиппинам. Там из-за наводнений и оползней погибли 230 человек. Сотни пропали без вести. Как встретили Рождество британские монархи и семейства Трампов? Где лучше устраивать праздничное купание? И где можно увидеть Санту на водных лыжах? И как это? Отмечать главный христианский праздник вдали от Родины. О Рождестве в разных уголках мира подробнее в нашем обзоре. Рождество по-королевски. Праздничную литургию британские монархи посетили в полном составе. К ней присоединилась и Меган Маркл. Она стала первой невестой, которая встречает Рождество с королевской семьей. Для Меган сделали исключение, ведь обычно тех, кто еще официально не является членом монаршего семейства, в церковь не допускают. Елизавета II приехала позже, в ярко-оранжевом наряде. Рождество семья по традиции проводит в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк. Американский президент Рождество встретил в солнечной Флориде. Там он отдыхает в своем поместье Мара Лагу. Накануне праздника поиграл в вольф, поздравил американцев традиционно в Твиттере. Вечером отправился на рождественскую службу в ближайшую церковь вместе с супругой Миланией. Этот храм для них особенный. Здесь пара венчалась. И здесь крестили сына Берона. А в Берлине отличились отважные санты. Несколько десятков человек в рождественских костюмах искупались в озере в центре города. Зима в немецкой столице в этом году относительно теплая. Снега нет, температура воды плюс пять. Традиции рождественского купания в Берлине уже почти сто лет. Столько существуют клубы любителей такого зимнего экстрима. В Австралии желающих искупаться было побольше, невзирая на холод и ветер. Рождество там тоже встречали в купальниках и шапках санты. Катались на досках, прыгали на волнах и фотографировались возле елки. На Сиднейском пляже ее устанавливают каждый год. А для спасателей это горячая пора. Нередко приходится вытаскивать из воды тех, кто празднует особенно буйно. Сани на водные лыжи променял американский санта. Вместо эльфов и оленей обзавелся гидроскутерами. Это традиционное представление на реке потомок. Его устраивают уже 32 года подряд. Особенно нравится детям, ведь Гринч, похититель Рождества, забрасывал их конфетами. Вдали от дома встречали Рождество американские военные. Тем не менее, на базу в Южной Корее тоже заглянул санта. И привез праздничный ужин. Индейку, салаты, коктейли, пирожное и огромный торт в виде елки. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин